И об спорте. Осилки из всех кутков Беларуси споборничали в Гомеле. В спортивном клубе «Гомсельмаш» отбылся Кубок Краины по гировым спорте. Кто самый мощный и выносливый, доведался. Максим Савин. 12 команд, тем больше, как 100 спортсменов. Лишь бы внушальные. Тем больше, что еще несколько лет тому споборничали в двое меньше дельников. Гировый спорт, набирая популярность в нашей Краине, не одна с причином успеха беларусов на международной арене. На чемпионатах света и Европы наши спортсмены николи не были статистами. Так что на внутренних стартах конкуренция завсюду высокая. Данные соревнования – это самые массовые наши соревнования в республике. И самые качественные по спортсменам. Сюда приезжают сильнейшие. Все выступают с гирями 32 килограмма. И кто старается выполнить норматив мастера спорта. То есть это мастерские соревнования. Это еще один из стимулов, чтобы участвовать в этих соревнованиях и заниматься этим видом спорта. И аж один аргумент на кары згирового спорта – доступность и минимум финансовых укладаний. Специализованных умов для занятков не треба. Для того же гира снарад практически вечный и универсальный. Практикование згерами знайшли свое место в тренировочных программах представников шматликих видов спорта, где потребуется выносливость и моц. Для того же яны широко выкористовываются в разностаенных на прамках фитнесу. Мышечные объемы в классичном гировом спорте не головные. И это башна по спортсменам. По внешним выгляде и не скажешь, на что яны сдольные. А потом бачишь, как на помосте атлет вагой меньше за 60 килограммов, а маль полсотни разов, штурхая гиры огольной вагой 64 килограммы. И разумеешь, что перши уража не подманливые. Ирия вырабатывает характер, силу воли. Характер и силу воли. Это все. То есть действительно, не будешь терпеть, не будет результата. Терпение, характер, силу воли. Очень хорошая подготовка, очень хорошие легкие. Действительно, силовая выносливость, которую определенную работу он делает в течение определенного количества времени, то есть 10 минут. За счет этого. Мышцы здесь большие не нужны, потому что через 10 минут они заработают, он закисляется, и продукты распада плохо выводятся. Чем больше мышцы, тем сложнее работать в гиревом спорте. Представники Гомельской области 9 разов подымались на пьедестал Кубка Беларуси. Тройчина – высшейшую приступку. На огольном залику команда нашего региона стала переможцей. Сарод спортивных коллективов – лепшая житковицкая детячая юнацкая спортивная школа «Мотор». Максим Савин, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».